Нормально слышно? Или лучше в микрофон говорить? Лучше в микрофон. Я понял. Можно не сидеть в полосу? Может, не так много? Просто. Раз, раз, два, три. Нормально, да? Можно презентацию запустить? Так, в двух словах немножко расскажу про вообще этот проект, который начался. То есть, наша компания, мы познакомились с потребительской кооперацией в мае 2015 года. Как и все здесь присутствующие прошли обучение в Союзе Русь. Вот, у нас, скажем так, возникло много желания. И, наверное, еще больше вопросов, как же это все лучше внедрять и запускать. Мы изначально рассматривали вариант того, чтобы купить какой-то софт. Но столкнулись с тем, что софта на самом-то деле нет. Вот, поэтому пришли к поводу к тому, что придется сейчас кто-нибудь писать самим. Вот. Это не то, что мне нужно. Пока я делаю, да? Ага, хорошо. Вот. Поэтому с мая месяца, ну, где-то, наверное, с июня, мы начали заниматься упорно вопросами потребительской кооперации учета, какими-то юридическими аспектами. В декабре месяце 2015 года мы сделали первую презентацию, на которой мы рассказали в общем виде о том, о своей идее, которую мы хотим запускать. Вот. И предложили всем обществам, которые хотят, ну, которым тоже это интересно, в этом всем поучаствовать. Мало того, ну, во-первых, действительно, ну, был достаточно большой интерес. Второй вопрос, с которым мы столкнулись, мы начали общаться с юристами, с аудиторами, с бухгалтерами. И пришли к такому выводу, что того учета, который мы сделали, его недостаточно. Ну, по целому комплексу причин. Вот. Поэтому, если честно, мы планировали 1 февраля уже запускать демоверсию, но последние два месяца мы занимались тем, что мы упорно, ну, наверное, процентов на 50 переделывали то, что было уже сделано. Вот. Поэтому, соответственно, сегодня я вам немножко расскажу о той концепции, что у нас пришло, получилось. Вот. А потом, надеюсь, таки мы перейдем. У нас есть общее предложение для всех по его реализации, совместному использованию. Давайте дальше. Это у меня работает, штучка? Да. Да. Проверяю. Включите. 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 Вошло. Итак. Основная идея, которая у нас была, ну, для момента. То есть, как бы, мы решили, мы понимаем, что существует несколько аспектов учета. То есть, есть, как бы, бумажный учет, электронный, и у нас еще есть еще отдельный вот, казначок, документальный, который, ну, юридический. Да. То есть, в потребительском обществе есть своя специфическая система документа оборота, заявлений, протоколов, ну, и так далее. Которая для обычных компаний коммерческих, она не критична. То есть, те протоколы, которые там периодически проходят, их можно набрать простым способом. Здесь это вопрос критичный. В том числе и решение просто с голосованием и так далее. Поэтому мы поняли, что если мы хотим делать софт для ПО, то есть, нам этот модуль обязательно нужно включать. Соответственно, должна быть система формирования документов, полуавтоматическая, либо автоматическая, в зависимости от степени, сложности операции. Ну, и, как бы, соответственно, нужна какая-то комплексная автоматизация, чтобы общество имело возможность в одной системе все это вести. Потому что большинство обществ, оно не имеет там большое какое-то направление деятельности. Обычно там это одно-два. Вот, они в рамках этого работают. Так, дальше. Значит, немножко о платформе. Значит, платформа построена на, значит, мы используем новейшую платформу, это один из предприятий 8.3. Вот, и мы за основу взяли конфигурацию бухгалтерии предприятия 8, редакция 3.0. Это последний релиз. То есть, почему мы пошли по такому пути? Потому что в данной бухгалтерии реализованы полностью все возможности коммерческого учета. То есть, если, например, общество решает пользу этой конфигурации, и у них у вас есть параллельно там ИПшник, или, например, есть там еще отдельно ООО, вы можете параллельно заводить себе коммерческую структуру и вести бухгалтерский учет в этой же конфигурации. Вам не нужно будет заводить отдельных контрагентов, отдельную базу ввести. Мало того, за счет того, что это стандартная конфигурация, естественно, все обновления и вся отчетность, она будет подтягиваться автоматом. Все, что нужно. Единственное, что надо будет делать, это дорабатывать отчеты по некоммерческой деятельности. Соответственно, как выводы, у нас есть возможность использовать коммерческие деятельности потребительского общества, потому что блоки эти мы подтягиваем. Следующее, есть возможность учета для некоммерческой деятельности потребительского общества. Есть вопросы по, как я говорю, по коммерческой деятельности предприятия. У нас сегодня на наш круглый стол, который мы хотим организовывать, один из запросов, который нам интересен, я думаю, будет интересен всем, это совместное использование потребительских обществ как в коммерческой, так и не в коммерческой сфере, когда вы одновременно работаете в двух направлениях. Потому что все общества, с которыми мы общались, они изначально на уровне создания, они говорят, допустим, мы используем, мы идем по некоммерческой схеме, у нас такой отчет, мы идем по коммерческой системе, причем если это некоммерческая система, все идут на 6% по той причине, что там отчеты сдавать раз в год, потому что если вы приходите на 15, у вас возникает проблема, потому что отчеты свои не сдадите, потому что у вас просто информации нет. Мало того, самое ужасное, что большинство обществ вообще никакой отчетности не ведут, они предпочитают заплатить раз в год штраф, за то, что они ничего не ведут, и на этом все заканчивают, что не есть хорошо. Дальше, сам Фингарант, как наше общество, у нас есть несколько направлений деятельности, вообще мы работаем на финансовом рынке, но так как мы выступили инициаторами создания подобных, софта, то что мы предлагаем? Первое, это внедрение в адаптации системы под нужды пользователей, второе, это групповое индивидуальное обучение, мы это декларировали в декабре, сегодня у нас, сегодня завтра у нас стартует первый блок обучения, то есть у нас группа после первого набрана. Третий вопрос, это предоставление системы в пользование через САС облачное решение, и третье, это запуск партнерских программ по настройку использования системы. То есть глобально наше предложение заключается в том, что поддерживать одному обществу эту систему достаточно дорого и сложно, мы по себе смотрим, то есть затраты просто колоссальные. И как бы как одна из идей, это использование облачного решения, в этом случае мы эти затраты можем распределить между разными обществами и пользователем продуктом совместно. И опять же нас интересуют партнерские программы, которые мы можем создать какой-то новый продукт дополнительный, и потом совместно его использование, как используя, зарабатывать какие-то деньги. Следующий аспект, это преимущество САС решения, кто с ним никогда не работал. Во-первых, это то, что у вас отпадает необходимость покупки лицензий, установки каких-то ключей, вы работаете через просто браузер, то есть вы любой браузер используете, с любой точки доступа, главное, чтобы вы знали свой пароль и логин, и вы просто можете использовать. Соответственно, вы получаете все автоматические обновления, это не ваша головная боль. Вы смешаете себе с девушки на программно-аппаратный комплекс, и соответственно у вас идет экономия на приобретение лицензии. Вот так, в двух словах, чтобы было понятно. Вот, значит, сейчас вот мы говорим, потому что мы на конференции писали большой список, это как бы наша программа максимума, то, к чему мы стремимся. Сейчас для того, чтобы все-таки не вводить никого в заблуждение, вот я предлагаю здесь следующим образом. Значит, вот я здесь написал, есть конфигурация, называется на РПО бухгалтерия 3.0. Там вот есть основные вещи, которые сейчас там реализованы, то есть коммерческий, некоммерческий, бухгалтерский учет, документы обороту, то есть заявления, протоколы, определенные системы возможности седения договоров, основные договора мы завели, если кому-то будет там не хватать, это мы обсуждаем, там все что добавим. Все основные договора, которые существуют, потребовчивые, они есть отдельные, как документы. Базовый оперативный учет, то есть, соответственно, вы можете видеть работу с фондами, то, что обычно у всех вопросов возникает, и с боевым, вы можете там видеть вопросы по целевым фондам использования, вы можете видеть по материальным ценностям, за какими вашими пачками они были внесены, то есть вот этот управленческий учет базовый, он там весь реализован. Ну и последний вопрос, это базовый учет некоммерческих товарных операций, то есть либо обмен по яме, либо покупка через целевые фонды. Это вот основной функционал, то есть мы говорим про бухгалтерию, и учет вот с ним связан, то есть минимальные действия, которые есть. Но просто чтобы никакого не было ощущения, что я сейчас покупаю эту штуку, там есть полностью управленческий учет. Все, кто сталкивался когда-нибудь с торговлей, с чем-то еще, все знают, что все крупные конторы, они покупают две конфигурации. Одну покупают торговлю, вторую покупают бухгалтерию. В одну они ведут одно, а в другую выгружают просто итоговые вещи. Сейчас мы говорим про именно бухгалтерию. Если общество имеет большой товарооборот, какие-то сложные системы, дистрибьюции, логистики и так далее, то надо садиться разговаривать и думать о том, как это можно использовать. Либо использовать их отдельную конфигурацию с обменом, либо еще что-то. У нас есть сейчас, реализованные на этапе тестирования, сейчас мы там заканчиваем, еще пять модулей. Идут дополнительные. Они в основной конфигурации не входят, но я просто озвучиваю, что они есть. Это блок по вкладам и займам. Это отдельный блок, называется он кредитный калькулятор, который позволяет вам рассчитывать график платежей под любой, в принципе, договоры, причем делить его, допустим, на основной, дополнительных, в деятельности. Возможно, это все это разделить во рамках одного графика. Дальше, есть отдельный блок по управлению бизнес-процессами. Это в основном для крупных обществ, потому что там его настройка достаточно, ну, как бы там, кто-то этим занимался. Если в обществе у вас там ведет учет один человек, то смысла никакого использовать его, ну, я не вижу, на самом-то деле. Ну, и есть базовый функционал CRM. То есть это не CRM в полном понимании этого слова, на основной функционал, там, постановка задач, реализация, там, напоминалки, это все есть. То, что, в принципе, если кто-то пользуется Outlook, вот, подобные вещи там реализованы. Теперь у нас есть целый список огромный, то, что у нас есть плановые разработки. Вот, это плановые, ну, в зависимости от того, что у нас получится финансирование, может, на полгода, может, на год, может, на два. Так пойдет. Просто озвучиваю, что на самом деле вопрос основ. Так, и следующий момент. У нас тоже есть идея, мы ее озвучивали, мы сейчас к ней упорно двигаемся. Создание общего стола заказов для возможности общества совместного продвижения, ну, как бы, кабинета пайщика. Есть идея о банковской системе. Это тоже отдельный разговор. Мы сейчас его прорабатываем. Как только до чего-то дойдем, обязательно об этом сообщим. Так. Ну, это реклама. Ну, по отчетам, просто основные вот отчеты я попокажу, которые есть в базе. Это карточка пайщика, ретвер пайщиков, дополнительно то, чего нет у стандартной бухгалтерии. Это отчеты по движению денежных средств, основные, чтобы она была боевыми, ну, и служебные записки. Причем наше, как бы, нововведение, то, что мы назвали там понятие план-факт, потому что, в принципе, вручном учить это вести сложно, в данной ситуации это, ну, не есть там какая-то большая проблема. Это по виду заявления. Заявление, есть договора, есть дополнительные акты, есть протоколы, которые в систему, допустим, были внесены. Так. Мы добавили новое понятие, которого не было, ну, вот, обычно, это обращение пайщика. Идея в том, что, если у вас под обращение пайщика вы оформляете, там, несколько, там, заявлений, договоров и так далее, вы их можете объединять на уровне этого понятия, потом выбрать, что по этому обращению, какие у вас были созданы документы. Ну, это потом упрощает, соответственно, понимание их закрытия, введения, учета и так далее. Потому что, если у вас, ну, допустим, вот в нашей деятельности у нас есть такое понятие, как, ну, когда мы заключаем договор на выдачу денег, да, у нас есть несколько договоров, там, три-четыре, бывает, договоров про них заключаемых, но для нас важно, чтобы они были не аффилированы. Вот, соответственно, если они между собой не связаны в системе, как-то надо потом их объединить, чтобы понимать, что договора обшли под эту сделку. Вот обращение позволяет и все выкинуть, чтобы потом не бегать, не искать, чем это было связано. Вот. Ну, и справочники потребительского общества, то есть основные, как бы, справочники, которые мы завели. То есть там есть понятие кооперативных участков отдельных систем, потому что кооперативные участки не совсем... У меня выросло. Да. Работа. Кооперативные участки не являются подразделениями в чистом виде, потому что подразделения, все-таки, они предполагают сотрудников и так далее. Это пайщики. Как-то их делить надо, поэтому мы ввели отдельное понятие. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Есть понятие программ потребительской кооперации. То есть в таком роде. Есть план счетов отдельный. Так. Формируются договора, и потом выгружается в Word. Теперь смотрите. У нас есть общее предложение. Я сейчас его озвучу. Вот. Потом, вот, как бы, я, наверное, Алексея приглашу, чтобы он более детально о таком и поговорил. Общаясь с потребительским обществом, мы пришли к выводу, что... Ну, скажем так вот, нам лично, как компания «Фингарант», продукт в таком виде, он не нужен. Ну, функционал, который нам надо, мы можем ограничить его в разы. Поддержка его использования и развития нами отдельно, ну, сложна достаточно. То есть, ну, зачем? Заниматься его продажей можно, но чистая продажа потом всем просто в разы увеличит стоимость его поддержки эксплуатации и так далее. И наша идея... Поэтому у нас есть такое предложение. Мы предлагаем всем обществам, которые заинтересованы в этом софте, во-первых, мы предлагаем создать отдельное общество. Вот у нас такое рабочее название, называется «РПО софт». Мы даже сделаем небольшой логотипчик, подменяем. То есть, РПО – это райискейский учет для потребительских обществ. Идея заключается в том, что этот софт, эту бухгалтерию, мы передаем собственность этому обществу. Все общества, которых это используются, они вступают туда, делают какие-то определенные взносы в зависимости от своих участия и так далее. И дальше мы совместно этот софт используем. Мало того, если у нас получается совместно продавать, развиваться и так далее, все эти деньги, которые мы получаем на выходе, они, естественно, распределяются между пайщиками данного общества. С нашей стороны, как мы видим, цели и задачи потом научились, они выглядят примерно так. То есть, первая проблема, с которой мы столкнулись, из-за того, что нам пришлось переделать многие вещи, это есть проблема с методологией учета некоммерческих организаций в рамках потребительской кооперации. Она существует, потому что если вы зайдете в интернет, начнете искать много версий, и все говорят, вот есть такая разработка, есть какие-то рекомендации, вот какого-то вот концепта единого нету, поэтому, когда начинаешь вести, вы сталкиваетесь с проблемами и с налоговой, и с юристами, и с кем угодно. То есть, мы очень заинтересованы, чтобы была методология, чтобы было понятие вот учета, что вести, где и как, понятно, что можно делать, что нельзя, ответственности. Для нас это важно, я думаю, что это важно для любого общества, которое хочет работать спел, открыто, и не прятаться ни от кого. Второй вопрос – это создание, совместное использование, развитие электронной системы учета. Ну, то, что, в принципе, я озвучил. Потому что, если мы делали методологию, мы понимаем, мы ее утвердили, если есть необходимость, мы где-то согласовали вот, и дальше на основании методологии есть электронная система учета, мы понимаем, что мы делаем, как мы делаем, но работать с единой связкой. Следующая идея этого общества, как вот мы видим, это создание единого электронного информационного пространства. Потому что многие общества предлагают лично интересные продукты. Это, как мы вот общались, ну, вот интересно, очень много разных людей, интересные идеи, и в круге каждое общество бегает и бьется головой об стенку, пытается свою идею пропихнуть. Если мы сделаем какое-то единое информационное пространство, то есть мы сможем это все продвигать совместно. Причем с интересами всех обществ. То есть, если я помогаю продвигаться, я все-таки получаю там какой-то свой там доход, женские взносы, бонусы, неважно. Это, я думаю, достаточно будет интересно. Да, ваши пайщики, они могут пользоваться не только вашими услугами, но и услугами других обществ. И вы будете в этом случае обезопасены, потому что пайщики не будут бегать между обществами, в этом не будет никакого смысла. Они будут брать, условно говоря, из одного места, а расчеты, то, что мы планируем, вести именно между обществами. То есть, интересы общества, везде и в данной ситуации, ну, для нас важны. Мы сами общество, и мы хотим, чтобы наши интересы были, ну, защищены. Что я потом не бегал, ничего не доказывал. Следующий момент, это поддержка и развитие электронных проектов в рамках потребной операции, любых абсолютно. Любые проекты, которые вы видите, что не в состоянии, там, приносить деньги, и вы видите, как их можно совместно там делать. То есть, ну, я считаю, что надо как-то объединяться, совместно их продвигать. Это будет и мы, и не мы, там, не важно, но это проще, лучше и так далее. Следующее, это использовать систему поощрений за развитие использования электронной системы. То есть, чем больше мы пользуемся, чем больше мы привлекаем людей в эту систему, тем, как бы, у меня получается больше каких-то вознаграждений, любых. То есть, эту систему нужно согласовать и определиться, как она будет работать. Ну, и последний пункт, это вообще развитие кооперативного движения. Потому что, знаете, призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Вот, по России, вот, последние два года очень активно бродит признак потребительской кооперации, который больше вызывает, знаете, ну, непонимание. Знаете, как у нас, я не знаю, лучше это вообще делать не буду. Да, или там, вот, пришли, отчет сдали, что за ерунда, потребительская кооперация. Лучше написать, что я не приняла, чем я буду разбираться, что-то такое. Соответственно, наше предложение вынесет это все на свет, где-то это прозрачно, и тогда мы все сможем работать в нормальном, правовом, ну, в белом поле, и нам не придется, как бы, ничего больше делать. Соответственно, для нас это единая информационная система позволит эту кооперацию активно развивать, потому что будет тот основной рычаг, на основании которого это мы устроим. Это, как бы, наше предложение, вот, по участию. Я, я хочу, наверное, подсказать Алексея, потому что, ну, вот, он активно поддержал нас с нашей первой, как бы, идеей, и он участвовал с нами вместе, ну, вот, в этом всем концепте, вот. Если у вас есть какие-то вопросы, вот, не зная по этой идее, момент и так далее, давайте сейчас вот начнем как-то вот на эту тему разговаривать, потому что у нас круглостория,